сегодня радуйся вся церковь русская и весь народ и отечество страна наша потому что дорогие братья сестры на библейском портале экзигет мы вспоминаем апостола андрея первозванного вот как вы знаете есть орден святого андрея первозванного и там такая вот монограмма в которой зашифровано надписание святой андрей покровитель руси апостол андрей первозванный действительно почитается как покровитель церкви русской как покровитель россии и к нему действительно к его проповеди восходит начало так сказать начало всех начал в пределах русской православной церкви а собственно что мы знаем о нем и вот эти сведениях конечно приходится почерпать и так несколько по крупицам потому что евангельское благовестие это благовестие о христе спасители да о боге который пришел в наш мир воспринял человеческое естество чтобы победить смерть чтобы упразднить грех и возвести нас к высотам небесного царства евангелие она о христе но вокруг христа собираются те кто полюбили христа те кто готовы за ним последовать и вот кое-какие сведения и мы можем на самом деле даже немножко так вот больше углубиться наука нам в этом помогает и вот из писания евангельских мы знаем что андрей он брат апостола петра их отец был иона и поскольку оба они рыбаки то вероятный и отец был также рыбаком и они свое ремесло свой промысел осуществляли на галилейском озере и там вот происходили они из города вифсаида кстати вифсаида галилейская вифсаида буквально переводится как дом рыбной ловли то есть это место вот где жили рыбаки это очень такое тяжелый это тяжелый такой промысел потому что то есть улов то его нет зачастую надо было ночью выходить ловить рыбу потому что ночью как бы она начинала появляться а днем она пряталась во глубине и они старались обеспечивать себя своих ближних родных тем что удавалось поймать а кстати у многих возникает вопрос а почему такое имя андрей ведь это же греческое имя и как это так среди иудеев вдруг греческие имена а на самом деле ничего в этом такого необычного нет если мы знаем вот исторические обстоятельства и ту эпоху оказывается еще с третьего века до рождества христова область галилея она в общем активно заселялась греками и галилея не они входили в соприкосновение с греками вот если бы вы представили карту святой земли того времени ну мы понимаем что вот иерусалим как сердце святой земли и это вот иудея чуть выше к северу там уже мы встречаем самарию ну самаряне как мы знаем с иудеями не общались не общались почему потому что когда их переселяли в ассирийское царство да то вот потом на место вот это это было израильское царство в общем туда в самарию переселили язычников и оставшиеся израильтяне они смешались с язычниками вот так появились самаряне то есть некая смесь богоизбранного народа с язычниками и отсюда много всяких невежественных суеверий языческих представлений поэтому иудеи старались с ними не общаться а вот к северу от самарии там находилась область галилея она в общем то ну вроде как бы иудеи принадлежала но представляете да вот и сначала иудеи потом царство вот это самарийская да и уже после этого галилея то есть галилея она отсечена самарии от иерусалима от и мест иудейских поэтому галилея она была вот немножко по своим правилам жила и там было большое соприкосновение с греками там были греческие города скифополь сипфорис там по прочие города там местные жители зачастую вот владели греческим языком есть даже исследование которые доказывают что и апостол пётр владел греческим языком ну а андрей он брат петра и поэтому давались греческие имена и вот андрей это имя греческое буквально мужественный храбрый и свое мужество он явил в своей жизни потому что последовал за господом иисусом христом из евангельских повествований мы знаем что приз а происходили они из вифсаиды но затем они переселяются в город капернаум где у петра был свой дом и мы видим что оказывается петр он был женат потому что упоминается его теща а раз есть теща то значит есть и жена теща в какой-то момент там разболелась его спасителя ее исцелил от этой горячки какого-то недуга там сопровождавшегося высокой температуры и вот петр был так а андрей как младший брат вот жена его не упоминается он не был женат может быть он просто еще не успел жениться а может быть он уже на самом деле воодушевлялся высокими аскетическими идеалами и мы видим что андрей он последовал за святым иоанном крестителем а святой иоанн притеча он выступает как строгий такой аскет предвестник христианского монашества и иоанн креститель именуется ангелом послана пред лицом господа иисуса христа ангелом то есть вестником проповедь иоанна притечи была достаточно жесткой он говорил так что сотворите достойные плоды покаяния и не думайте что вот раз вы там дети так сказать авраама они не считаете что вы дети авраама что якобы вам можно не каяться потому что уже секира лежит при корне дерева и всякое деревне приносящее плод она будет срубаться и вот андрей он вместе с другими принимает эту жесткую проповедь то есть вот андрей был чувство чушь тщеславия чушь какой-то гордыни мнение себе что вот я причастен богоизбранному народу и андрей вот он отвергает отвергает это вот то высокое мнение которое зачастую рождало среди иудеев и сердце его было живым вот почему она откликается на проповедь и он следует за святым иоанном притечи и он сам ведет аскетический образ жизни потому что ученики иоанна притечи они не могли ну понимать что если их руководитель строгий аске да там не ест не пьет ходит в жесткой такой в лосинице из верблюжьи жесткой такой шерсти одежда припоясывается кожаным ремнем и без всяких утех да то конечно же и ученики его они следовали за ним пусть даже они немножко отставали но все равно это было тоже самое строгое аскетическое духовное направление и вот именно там впервые апостол андрей он услышал о он и еще другой ученик который прикрывает свое имя но на самом деле мы знаем что это апостол иоанн богослов вот он проглядывает в евангелии то иоанн он говорит о себе в третьем лице не называя имени и вот как мы читаем в евангелии от иоанна на другой день видит иоанн иоанн креститель видит идущего к нему иисуса и говорит вот агнец божий который берет на себя грех мира и вот в этих словах святой иоанн креститель он как бы отвечает на вопрос правоца исаака которого помните вот авраам вел юного исаака на гору чтобы ну как бы принести в жертву готовясь принести эту жертву и исаак спрашивал что вот огонь и дрова а где же агнец и авраам ему отвечает что господь усмотрит себе агнца то есть усмотрит себе агнца и на самом деле мы знаем что бог он не принимает в жертву исаака потому что такая жертва была не нужна ибо сам бог и становится жертвой сын божий воплотившись на земле становится вот этим агнцем и святой иоанн креститель увидев христа спасителя говорит вот огнец божий то есть исаак спрашивал где же вот этот огнец которого надо будет принести жертву а янн претеча отвечает вот огнец божий который берет на себя грех мира и затем вот еще сказано еще еще на другой день опять стоял иоанн и двое из учеников его этот как раз андрей и иоанн богослов и увидев идущего иисуса сказал вот огнец божий услышав от него сии слова оба ученика пошли за иисусом и на самом деле это ключевой такой момент братья и сестры потому что андрей первозванный и иоанн они идут за христом как за искупителем как за агнцем божиим который пострадает за всех а почему это важно да потому что весь иудейский народ ждал христа как царя который всех победит всех поразит упразднит римскую власть сам станет царем императором подчинит всех иудеям и дарует иудеям такое благоденствие ну что просто все там будут купаться в золоте а другие народы будут служить в основном ждали христа как такого национального освободителя такого политического героя и тут вдруг иоанн притеча говорит что христос есть агнец божий который на себя грех мира возьми возьмет вот как исаи пророк предвещал что да вот наказание мира нашего на нем язва его мы исцелились да он из язвен был за грехи наши так прорисал пророк исаи вот и он как причастный пророческому служению он указывает что христос есть а кто есть христос он есть страждущий мессии не торжествующие мирским владычеством а страждущим и вот это вот весть о христе который возьмет на себя грех мира вот эта весть и находит отклик в сердце апостола андрея первозванного братья и сестры это очень важно потому что когда ну не могли в общем-то люди понять как это так что мессия должен пострадать а андрей первозванный вместе с иоанном богословом они уже откликаются они следуют за христом понимая что он пострадает за грехи всех людей иисус же читаем и дальше обратившись и увидев их идущих говорит им что вам надобно они сказали ему рави что значит учитель где живешь они задают такой простой вопрос ну где-то вот прибываешь где-то остановился потому что иоанн притеча он ведь крестил при иордане да и даже раскопаны те места где считается что вот была проповедь и где он совершал крещение и впоследствии там в эпоху византийской империи там как раз устроены были часовни там и храм и тоже баптистерии и значит а вот в этих местах иоанн крестил а спаситель когда пришел да к иоанну то где-то же он в каком-то исселении остановился и спасителем что отвечает пойдите и увидите то есть призывает их к некому такому личному соприкосновению последовать за ним они пошли и увидели где он живет и пробовали у него день тот было около десятого часа то есть около десятого часа когда они последовали за ним но вот в девять десятый час вот в той иудейской традиции этого в нашем смысле как бы 600 да то есть четыре часа пополудни и получается что они провели у господа остаток того дня и конечно вот у мы как-то обычно читаем проскальзываем эти слова но вы представьте что вот может быть даже вы посещали какие-то такие очень святые места да где там преподобный сергий радонежский преподобный серафим саровский вот еще какие-то прославились святые угодники да или например мы сейчас вот можем даже знать тех людей которые общались со святыми допустим с преподобным поиси святогорцем или кто-то может быть ну вот эти воспоминания описывали кто-то знал святителя луку и воина есенецкого кто-то вот когда-то ну понятно что уже время прошло да но все равно опирались на эти свидетельства то блаженной матроны московской и прочих то есть были те счастливые люди которые соприкоснулись со святыми людьми и находясь рядом с ними они чувствуют что-то необыкновенное допустим старец архимандрит ипполит халин так немножко отвлекусь как однажды протестант некий приехал к нему протестантский пастор и ему говорят что вот там батюшка на поле трудится и когда он пошел по полю то отец ипполит он ехал на тракторе и вдруг этот вот значит протестант буквально увидел что от трактора исходит свет и когда отец ипполит вышел то просто необыкновенно исходил сияние этот пастор свои собственные руки увидел как ну посмотрел что он просто вот как сам черный на фоне этого блистающего света и вот все это произвело такую решительную перемену и все кто соприкасались со святыми людьми у них происходила решительная перемена внутри а тут не просто святой человек а сам господь иисус христос источник подлинной святости источник вот этого нетварного фаворского света божественного сияния и представьте себе какое было ощущение у апостола иоанна богослова и у андрея апостола то есть когда они побывали там где действительно вот на тот момент проживал спаситель то есть опыт их личного соприкосновения он просто вот для нас непостижим но на них это произвело решительные действия и понятно что с этого момента они были уже ученики самого христа и вот как мы читаем дальше же в тексте евангелия то она один из двух слышавших от иоанна крестителя оба иисусе и последующих за ним был андрей брат симона петра вот именно отталкиваясь от этого с евангельского стиха андрея называют первозванным он не претендовал на какое-то первенство да он всего лишь брат петра будущего первоверховного апостола прежде чем петру стать первоверховным апостолом надо чтобы кто-то самого петра привел ко христу и таковым был его брат андрей первозванный читаем евангелие он первый находит брата своего симона и говорит его мы нашли мессию что значит христос и привел его к иисусу и вот какое интересное дело братья и сестры что помните впоследствии там пётр говорит ты христос сын бога живаго да и господь ему отвечает что не плоти кровь тебе открыли это но отец мой который на небесах а так вот еще задолго до вот этих слов петра уже брат его апостол андрей он эту истину прозревает и собственно петру он это говорит мы нашли мессию что значит христос и получается что пётр пётр как бы он стал первоверховным апостолом если бы его не призвал его брат андрей то есть первоверховного приводит первозванный но на самом апостол андрей он как раз вот не искал никакого верховенства никакого первенства среди других учеников ну призван первым но следует за господом потому что на самом деле во всем сам христос у нас первым и христос действует своей божественной силы в разных служителях своих и вот это мы должны всегда помнить из евангелия мы знаем что какое-то время андрей вместе с петром они еще продолжали ловить рыбу так же как иоанн богослов с братом его иаковом и вот однажды во время такой рыбной ловли всю ночь они трудились ничего не поймали и тут вот подходит к ним спаситель и говорит что вот закиньте сети по правую сторону от лодки до от плыви от плыви в глубину говорит петру и закиньте по правую сторону ну и петр говорит мы всю ночь трудились ничего не поймали ну по слову твоему закину сеть и вдруг вытаскивают они необыкновенное множество рыб так что даже сети прорываются зовут иоанна с иаковом чтобы помогли петру с андреем и вот вытаскивают такое множество да и тогда спаситель уже говорит что вы будете ловцами человеков то есть вы станете моими учениками и своей проповедью своей проповедь будете уловлять людей в сети евангельского благовестия и вот тогда оставив все и андрей и петр и иоанн и аков они уже все оставляете даже вот эту рыбу она собственно говоря не нужна когда есть тут сам господь иисус христос божественная сила которого просто вот всемогущий оставляет все и следует за ним и андрей вместе с другими апостолами слышит заповеди блаженств слышит нагорную проповедь удивительное учение христово узнает вот эти вот притчи спасителя он вместе с другими учениками становятся свидетелем чудес господа когда спасители являет свою власть и над стихиями да вот сказал а только да умолкни перестань и буря все тут же прекращается буря на море спаситель одним словом исцеляет там и прокаженных да и одержимых изгоняет бесов то есть спаситель являет власть над стихиями мира над природой являет власть спаситель являет власть свою над любым недугом человеческим нет никакого недуга который не мог бы он исцелить и спаситель являет власть над духовным миром и изгоняет бесов нечистых падших духов вот вот эта троякая власть христова которая проявлена была в его служение и апостол андрей он свидетель всего этого а потом господь начинает посылать их по двое да а вот когда мы кстати читаем перечисление 12 апостолов они там и упоминаются по двое андрей ну обычно он как раз стоит вместе с со своим братом петром и вероятно вместе они как раз ходили проповедовали и потом когда уже собрались помните сказали что вот от радости говорят что господи и бесы повинуются нам о имени твоем а он им отвечает что не о том радуйтесь что духе вам повинуются что имена ваши написаны на небесах и вот андрей он уже тогда еще сподобляется вот этой благодатной силы до исцелять больных изгонять нечистых духов до он проходит весь этот путь подготовки во время евангельского благовестия и конечно в евангельском тексте имя его встречается весьма редко но например она встречается в чуде насыщение пяти тысяч человек питью хлебами двумя рыбками вот у евангелиста и она особо упоминается апостол андрей когда люди вот в этом множестве последовали за господом а место было пустынное его что получается что спаситель говорит что вот надо бы уже накормить людей а получается что люди то они не взяли с собой ничего никаких сестных припасов они как услышали господа да и слово было настолько вот касалось их сердец что они забыв все последовали за спасителем и оказывается что кушать нечего но и в тут вдруг нашелся один мальчик видимо такой сообразительный был мальчик который взял все-таки с собой немножко еды и вот на это указал именно апостол андрей вот как мы читаем и вот один из учеников его андрей брат симона петра говорит ему спасителю здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки но что это для такого множества то есть вот андрей задает такой вопрос и говорит ну да вот есть немножко еды но как мы нас на на корме столько тысяч человек но спаситель все-таки иисус сказал велите им возлечь да и вот когда они вот этими рядами постой по 50 возлегли на траву то тогда спасители уже умножают чудесным образом эти хлебы две рыбы и получается так что вот это чудо она становится результатом диалога апостола андрея со спасителем потому что именно андрей обратил внимание ну вроде бы на какую-то мелочь что вот немножко еды все-таки есть и вот это чудо она результат повторяя именно диалога апостола андрея со спасителем а потом как мы знаем остается 12 коробов остатков этой еды ничего выбрасывать нельзя нужно бережно относиться к пище тем более благословленный самим господом а 12 коробов чтобы это короба это что это были такие заплечные ящики своего рода ранцы которые носили на себе туда складывали какие-то вот вещи нужные принадлежности и каждый апостол вот эти 12 коробов да то есть по числу 12 апостолов так спаситель остатки тоже чудесным образом устроил чтобы каждый апостол вот нес на себе этот короб и вспоминал и сохранял в своей памяти какое совершилось удивительно чудо потому что если ты вместе с господом иисусом христом он тебя никогда не оставит и никакой нужды у тебя вместе с ним не будет и еще один раз в евангельская история имя андрея всплывает это уже в самом-самом конце евангельской истории уже после торжественного входа господа в иерусалим когда спаситель благовествует и в самом храме соломоновым и рядом с храмом и вот читаем в евангелии ты она из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины эллины которые уже расположены были к вере в единого бога они подошли к филиппу который был из вевсаида галилейской и просили его говоря господин нам хочется видеть иисуса филипп идет и говорит о том андрею и потом андрей филипп сказывают о том иисуса то есть видимо все-таки действительно андрей он был но имел какое-то особое вот положение рядом со спасителем потому что филипп на не напрямую говорит господу да а вначале к андрею уже вместе с андреем подходит к спасителю то есть видимо каким-то уважением у спасителя андрей действительно пользовался особым таким уважением и но почему действительно вот эти эллины до филиппа и андрея тут тоже понятно мы мы сказали что они были оба из галилея не только андрея но и филипп филипп тоже вот из из вевсаиды как и андрей с петром и там вот эти места были пронизаны греческой грекоязыческим населением и андрей и филипп конечно же знали греческий язык поэтому могли общаться с эллины собственно имя филиппа она тоже греческое повторим что в галилее греческая культура была весьма распространена и вот андрей филипп говорят господу что уже и эллины то есть греки хотят общаться с ним и спаситель произносит пришел час прославится сыну человеческому и дальше вот произносит свои слова знаменитые слова что если пшеничное зерно по в землю не умрет то останется одно а если умрет то принесет много плода и спаситель предвещает что таким образом уже многие народы и греки кстати вот и греки эллины особенно они примут евангельское благовестие мы знаем что очень многие святые отцы принадлежали именно грекам которые развивали впоследствии богословия и на греческом языке все это было очень развито и вот апостол андрей он присутствует тоже у истоков вот этого обращения и на самом деле не только вот это вот место есть еще все таки одно место связанное с именем апостол андрей это уже у евангелиста марка когда спаситель после входа господня в иерусалим да уже сидят на иллионской горе он проводит свою беседу о последних судьбах мира и мы читаем что когда он сидел на горе иллионской против храма спрашивали его наедине петр и иаков и иоанн и андрей вот четверо они вчетвером они спрашивают скажи нам когда это будет и какой признак когда все сие должно совершиться и он только им четверым говорит об этом и андрей тоже это слушает и отвечая иисус начал говорить берегитесь чтобы кто не прельстил вас ибо многие придут под именем и и будут говорить что это я и многих прельстят то есть спаситель предсказывает что действительно появится много лжеучителей и лжепророков и лжехристов и сама историю будет наполнена всевозможными скорбями страданиями когда же услышать о войнах и о военных слухах не ужасайтесь ибо надлежит сему быть но это еще не конец и вот он описывает все вот эти перипетии и гонения на сами христиан что будут придавать в судилище но при этом он говорит что во всех народах должно быть проповедано евангелие то есть благовестие она распространится буквально по всем народам поэтому вы не бойтесь если поведут вас пред лицом начальников то вы не обдумывайте даже заранее что говорить потому что не вы бы вам будет дано в тот час что сказать ибо не вы будете говорить но дух святой то есть он уже обещает что дух святой будет причастен его ученикам и претерпевшие все до конца спасется и вот мы конечно не будем пересказывать всю эту беседу в том числе втором пришествии чтобы тогда увидит сына человеческого грядущего на облаках силу и ногу и славу и вот о страшном суде и о всем что будет эту предшествовать и как сам со страшных суд будет совершаться это слышал в том числе апостол андрея первозванный то есть вот не матфей который описывать евангелист не марк они этого не слышали а узнали они от кого а тех кто непосредственно в этот момент находился рядом с господом и слушал то есть петр иоанн якович в том числе апостол андрея первозвана вот благодаря ему мы знаем все что относится к последним судьбам нашего мира конечно когда спаситель был схвачен и распят на кресте то апостол андрея он как и другие ученики находился в некотором замешательстве не знаю что предпринятие как правильно поступить дата он не не было рядом с крестом спасителя но внутренне он конечно же в своем сердце был всецело с господом и поэтому после воскресения он вместе со христом и в книге деяний имя апостола андрея упоминается в числе других учеников когда спаситель возносится с елеонской горы и андрей созерцает вместе с другими восхождение господа на небо и буквально через 10 дней то есть это уже 50 день по воскресенье господа апостол андрей вместе с другими сподобляется сошествии святого духа и на нем тоже почивает такой пламенный язычок вот этого божественного огня благодати святого духа так что и он обретает дар говорение на других языках и получив вот этот дар андрей идет и проповедует и сохранилось множество преданий где путешествовал где проповедовал среди каких народов появлялся апостол андрей и в общем если все это обобщить и не слишком так и не погружаться в чрезмерные научные изыскания то он проповедовал в причерноморье он проповедовал там где кавказ он проповедовал на территориях крыма и южных пределах будущей руси и вот то что записано уже у нестора летописцы в повести временных лет вот это известное предсказание благословение апостол андрей это тоже отражение древних сказаний и вот уже в повести временных лет там так сказано что андрей он поднялся до киевских гор и поставил там крест и предсказал что здесь высияет благодать божия господь воздвигнет здесь множество церквей и в будущем будет построен здесь город великий это место она прославится верой христианской верой в господа нашего иисуса христа а дальше как говорят некоторые предания апостол андрей даже последовал вплоть до новгорода и некоторые критики они подвергают ну пытаясь как все это опровергнуть но на самом деле с точки зрения научной есть вот определенные обоснования и апостольскому миссионерском путешествию андрея первозванного и вот некоторые исследователи они собирали даже сохранившиеся какие-то вот древние предания вот кстати в девятом веке в девятом веке был такой монах епифаний который вот скрываясь от иконоборческого гонения он решил пройти весь путь андрея первозванного и проходя по этим местам он много собирал сведений и он оказывается в этих местах хранится предание о посещении апостолом андреем именно данных мест и поэтому монах епифаний он составил тоже подробное такое жизнеописание и путешествие апостола андрея а самые древние церковные авторы например святой иполит римский который вообще родился во втором веке оригин один из древних христианских учителей и некоторые другие еще они прямо говорят что апостолу андрею по жребию досталось скифия скифия это скифы это народ который располагался от реки дона вплоть до западного буга эти территории южной руси и отчасти крымский полуостров в частности город симферополь нынешний он практически находится на месте древней столицы скифов под названием неаполь неаполь скифский вот эти места были как раз просвещены апостолом андреем первозванным кто-то принимал его слова кто-то отвергал но уже тогда были первые христиане и как оказалось вот андрей первозванный шоу по древнему пути который в исторических источниках обозначается как янтарный путь это тот путь торговый путь по которому из прибалтики янтарь доставлялся в средиземном море и вот эти дороги они были хорошо обустроены они хорошо защищались поэтому по ним был удобно передвигаться и вот путь апостола андрея он шел строго по этому янтарному пути конечно он посетил достаточно много мест и кто хочет может ознакомиться с житием написанным святителем димитрием ростовскими жизненный путь его завершается уже в греческом городе патры кстати мы не упомянули что андрей первозванный он также проповедовал в селении византион это небольшое селение на месте которого впоследствии вырос город константинополь поставлены константином великим и в селении византион андрей первозванный поставил епископом стахи стахи упоминается в посланиях апостола павла и он первый епископ ну считается так первый епископ вот этого византия в будущего константинополя и отсюда кстати пошло наименование византии вот когда константинополь был построен да уже там центр империя находился формально по документам империя продолжала называться римской но так как сам константинополь он на месте византия на был построен это в просторечии и впоследствии уже даже вот в научных трудах саму империю стали называть византии а у истоков получается тоже стоит апостол андрей первозванный то есть он у истока византийской церкви византийской империи и он же у истоков будущего русского народа страны российской которая и стала преемницей византии явив себе вот и идею вот эту третьего рима который будет стоять а четвертому не быть и апостол андрей первозванный жизнь свою закончил мученически уже в городе патры в греции он был привязан к кресту ну не распят а именно привязан чтобы как считали мучители чтобы продлить его страдания но андрей продолжал проповедовать будучи привязан к кресту это был х-образный крест как вы знаете он называется теперь андреевским крестом такой крест изображен и на ордене андрея первозванного и когда петр первый основу флот да то вот в качестве символа для флага военного морского флота он тоже предложил именно андреевский крест считалось так что апостол андрей он покровитель мореплавателей но поскольку они были рыбаки плавали на каких-то вот ладьях да то есть это некое предвестие будущего флота таких вот более крупных кораблей и апостол андрей в том числе стал почитаться как покровитель мореплавателей остается добавить что мощи апостола андрея долгое время находились в греции в городе патра где он пострадал а константин великий в своем городе константинополе построил церковь святых апостолов и вот прошло 20 лет после кончины святого константина великого и в 357 году сын его констанции решил перенести мощи апостола андрея именно туда в церковь святых апостолов там кстати были еще мощи святого луки евангелиста и святого тимофея ученика апостола павла и вот там покоились мощи апостола андрея первозванного на протяжении многих веков и к сожалению когда начались крестовые походы то в 1204 году крестоносцы захватили константинополь стали разграблять и затем вот часть мощей перевезли даже все мощи перевезли в италию там они пребывали в одном из итальянских городов через сто лет освидетельствовали обнаружили мироточения святых мощей вот прошло много-много веков и уже во второй половине двадцатого века решили все-таки вот часть мощей вернуть и мощи были возвращены но не все ну по крайней мере большая их часть возвращены в город патры в греции где и пребывают поныне а у нас в россии конечно апостол андрей он почитаем самого-самого начала и в древних уже русских церковных книгах постоянно описывается история апостола андрея первозванного и князья называли своих сыновей именем андрея и строились храмы посвященные апостолу андрею первозванному потому что всегда помнили что он стоит у истоков нашей церкви церкви русской до у истоков христиан населяющих россию и хотя тогда еще не было конечно такое крещение масштабное но это некое предвестие предвестие будущего крещение при князе владимира то есть до того момента как восходит солнце должна пасе просиять заря и вот этой зарей просиявшие на нашей земле было именно проповедь апостола андрея первозванного ну а потом уже солнце христианства всецело взошло при князе владимире во всяком случае мы должны помнить того кто трудился на наших территориях да кто просвещал нашу землю и таковым является апостол андрей первозванный помолимся ему чтобы он укрепил церковь русскую чтобы он укрепил нас быть верными христовой евангелию помнить как благоставал иоанн креститель своим ученикам что христос есть агнес божий который берет на себя грех мира и наша задача следовать за христом чтобы быть верным ему и в любых страданиях и в радостях вот как этому следует апостол андрея первозванные с праздником вас дорогие братья и сестры внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео